Вот так в апреле с забивания первого кола начиналось строительство теплицы. Тут некоторые гады, которые упрекают меня, что я нихера не делаю руками, но они просто не смотрят канал, имеют чисто теоретические представления о жизни и работе на земле на Дальнем Востоке, о Дальневосточном гектаре как он дается, поэтому я делаю вот этот фильм, то есть можно полюбоваться, что получилось. Главная была задача сделать максимально прочную, максимально дешевую теплицу. По прошествии трех месяцев можно констатировать, что эксперимент удался с постройкой вот этой теплицы по очень своеобразной технологии, гораздо дешевле, чем стандартной теплицы. Потому что, как уже помните, не пришлось резать поликарбонат, то есть практически брался листовой. Листы использовали целиком и уголковый профиль. и вот сейчас можно смотреть на урожай, плюс еще всякие нововведения. Урожай, как видно из сюжета, бушует практически до крыши, немножко подвело скорее лето, жара, то есть стену пришло снять, потому что жара сильная, но тем не менее. Помидоры, прут они просто подвесом проваливаются. перд, тоже помидоры, то есть все великолепно. Огурцы вообще забиваются до века. Система тапельного полива с достаточно шустрым напором, не спеша разливает в течение пары часов в бочку. Ну даже не пары, скажем так, побыстрее чуть-чуть. Напор очень хороший. Вот я сейчас ее просто не доделал, она как бы в силу того, что не очень регулярно была вода в этом году, в августе только наладилось, соответственно так, ну и как-то было достаточно водно, с другой стороны воды хватало, выпадающий естественным пухел здесь июлью не был, поэтому я ее как бы форсировать не стал строить, но тем не менее, она работает, вот сейчас покажу, то есть длиной 10 метров линия, другая линейная 20 метров, стоит моторчик, у него все просто, так, чуть-чуть я тут глотнул воздух, ну как бы шланг заборами, то есть плавает вот эта станина, соответственно она по уровню воды и уходит с нее. вот тут надо, конечно, сварить нормально, распределяющий, но он, собственно, не задумывался, просто возникли проблемы с исполнителем, в нашей стране на 12,7 миллиметров, на четверт дюйма ни хера никто не может сделать, все надо делать а у китайцев покупать, ну как бы западляк, дороговато, но на Олекс, причем придется, вместо того, чтобы ваших рукожопах пытаться стимулировать, придется стимулировать китайцев в следующем году, то есть тут по проекту было две линии, то есть одна здесь, другая здесь, воды, переключаем их с капельным поливом, с выводами, ну как бы, то есть вот эта вот трубочка, она набирала несколько, как бы, набиралась порядка на каждый метр по одному такому шнурку, переносится, в данном случае вообще просто, вот крючок за 9 рублей, с помощью крючка я спокойно по направляющей переношу, вес не таки приличный, да, пересчетанный метр, и идет в полив, надо ли переносить, достаточно все просто, эффективно, то есть это трубочка взята, откуда, трубочка самая дешевая, из строительного уровня, если они дешевле, чем покупать у китайцев на Алиэксперте, трубочка одна, вот уровень строительный такой, 180 рублей где-то, 200 рублей, ну в общем, гидравлический аккумулятор такой же классический, 12 вольт, так что кто хочет скопировать саму идею, то есть у меня в перспективе будет следующая теплица в этом году, я фундамент сделаю, а на следующий год еще одну такую же соберу, как бы, бралась изначально модульная конструкция, то есть, посмотреть как она себя зарекомендует, зарекомендовала хорошо, но по цене она обходится в два с половиной раза дешевле, чем покупать вот классическую такую вот гнутку, то есть, что, как бы, очень даже неплохо, если критичны деньги, да, материал, ну и просто конкретно мне такие объемы нафиг не нужны большие, поэтому, не было цели строить гигантскую какую-то теплицу вот такой вот дальневосточный не гектар, а всего лишь шесть суток, при этом тут те же комары, змей, клещи, ну то есть вся прелесть, которая присутствует, мошка, сумасшедшая, мокрицы и так далее ну вот уровень уже упал, то есть я пришел бы вот такой уровень вот, то есть это вот за час она где-то литров семьдесят, она скидала объем насоса производительности, я тоже все же делал, 240 литров в час, ну, как бы от напора зависит, просто протяженная линия, час съедает поверхностное давление, поэтому может чуть-чуть меньше, но в целом вполне достаточно, чтобы поставить на полип, а заниматься чем-то другим при этом грунт не вымывается, потому что идет полип спокойный, струй не может небольшой, очень щадящий для растений, скажем так, в наиболее благоприятном режиме это все уже опробовано, они первый год, сама идея известная растение нравится, растение отвечает урожаем, все это забуду а это решение проблемы, а как они меня-то подошел, не слышно было, тебе уже привыкли? тебя не бояться, вот я стою, они даже ноль эмоций объедают, проблема курятина, вот так решается, это рябчики ну, домашние не назовешь, ну, не шуганные, вот они живут в винограде, надо будет, короче, настреляем но пока пусть толстеют, потому что проблема не стоит голода, это на случай всяких чрезвычайных ситуаций милые создания и вкусные милые создания и вкусные